Всем привет! И как я обещала, я решила записать отдельное видео по вопросам, которые я совсем недавно давала для интервью для бразильского журнала, который распространяет художественные и культурные сферы бразильских и зарубежных художников из США, Аргентины, Кубы, Перу, Бельгии и так далее. И я вынесла свои ответы в отдельное видео, потому что редактор журнала изучил интервью, которое я давала для Vogue, который я давала для Нью-Йоркского журнала Фотобук, и мне показалось это очень интересным и профессиональным подходом, потому что он изучил предварительно мои ответы и уже исходя из них задал вопросы именно для своего журнала. Конечно, такой подход у меня вызывает отдельное уважение, и я решила вынести эти ответы в отдельное видео, потому что мне казалось, что они могут быть интересными. Когда я была ребенком, я очень любила шить одежду для кукол, для кукол своих и для кукол своей сестры, и, наверное, это был какой-то мой такой наивный способ изучать одежду, и я понимаю, что сейчас это звучит очень глупо, но тогда, вот именно тогда, у меня появилась вот какая-то любовь именно к дизайну одежды. И в старших классах я поступила в художественную школу, я была самой старшей в своем классе. Мне было неловко, но я не скажу, что меня как-то это смущало. Моя задача была именно научиться рисовать. Я помню, что многие моменты у меня не получались, и я помню, что когда нужно было рисовать акварельными красками, я всегда довольно плотно ложила слои, и это получалось очень некрасиво, как будто краска из тюбиков просто растекалась по листу, и это не было очень воздушно и живописно. Когда я училась в художественной школе, я уже знала, что я буду учиться на архитектора, и я готовилась к этому, но тогда я ничего не знала о модной иллюстрации, и в то же время я увлекалась творчеством Coco Chanel. Мне нравился ее подход, мне нравилось, как она организовала свое дело, при этом она реализовала себя и творчески, и реализовала себя в деловом мире, в бизнесе. И, наверное, меня поразило, как она оставила свое место в истории, и вот я думаю, что в тот момент я, видимо, обратила внимание на какие-то эскизы модной одежды. Я получила архитектурное образование, и затем я стала работать архитектором, и стала работать архитектором в градостроительной сфере. Я не могу сказать, что я не любила свою профессию, потому что я полностью была сконцентрирована на своей работе, и я ставила себе, конечно же, цели стать главным архитектором проекта. Я помню, как я сильно об этом мечтала, как я сильно этого хотела, и я к этому стремилась. Я добилась поставленных собой целей, но все-таки наступил такой момент, когда здоровье все-таки не позволило мне уже выкладываться настолько, насколько я могла выкладываться. И в какой-то момент вот эти переживания все, они, конечно, сказались на моем здоровье, потому что стресс, который длится на протяжении нескольких месяцев, он все равно дает о себе знать. И мне пришлось сделать выбор, потому что параллельно я все равно продолжала рисовать, я продолжала даже делать заказы, потом я организовала свою школу. И, конечно, эта загруженность, она все равно сказалась на здоровье, и мне пришлось сделать выбор. Я все равно благодарна тому опыту, который я получила, потому что я получила бесценный опыт, я научилась работать в команде, я научилась руководить проектом, я поняла, как работает компания, и теперь, когда я уже работаю сама, мне уже не страшны какие-то моменты. В 2010 году я создала блог на блог-спорт, это был 2010 или, может быть, начало 2011 года, и здесь я начала делиться своими эскизами, и думаю, что вот с этого момента как раз начался мой путь как иллюстратора, потому что именно тогда меня стали замечать зарубежные блогеры, которые стали просить иллюстрации для их оформления. И на тот момент я, конечно, не рассматривала эту профессию серьезно, это просто было как такое увлечение, отвлечение от основной работы. Я думаю, что иллюстратор моды — это профессионал, который обладает высокими художественными навыками, который имеет свое видение, имеет свой стиль и, конечно, следит за модными трендами и старается постоянно поддерживать, нанцилировать свое творчество на более широкую аудиторию. Если говорить о моем стиле, то, конечно, свой стиль я создавала осознанно, мне не повезло, как и некоторым талантливым ребятам, которые могут начать рисовать, и я такое сама видела среди своих учеников, которые могут начать рисовать, и у них сразу проявляются какие-то их индивидуальные творческие способности. Поскольку я не понимала, чем одна иллюстрация отличается от другой, мне пришлось изучить большое количество работ модных иллюстраторов. Для себя я сразу обозначила приемы, основные классические приемы, которые используют художники, иллюстраторы, в основном фэшн-иллюстраторы, которые они применяют в своем стиле. И тогда я решила тоже изучить внимательно каждый прием, каждую стилизацию, и уже это помогло мне создать свой стиль. Я помню, был такой момент, когда я нарисовала Каю Гербер, и я не стала как Дэвид Даутон прорисовывать часть лица, и я оставила какую-то часть одежды незавершенной. Я рисовала на цветном фоне и рисовала пастелью, и тогда вот в тот момент именно я поняла, что мне это нравится, и что вот это направление я буду развивать. И тогда я опубликовала эту работу, и аудитория очень хорошо ее приняла, и я подумала, что именно в этом направлении я и продолжу работать. Из особенностей, которую я принесла именно в работу с пастелью, это, конечно, работа с цветным фоном и работа с цветными мелками. И в отличие от того, как работали классики с пастелью, они всегда ее немного растушевывали, все переходы были мягкие, все цвета переходили один-другой, более пластично, более мягко. И, наверное, здесь сказалось мое архитектурное образование и мой архитектурный инженерный подход, потому что я начала применять более чистые цвета, более чистые линии, более яркие цвета, потому что мне это очень нравится. И это, конечно, помогло мне сделать свой стиль более отличительным от других. Конечно, это мышление, которое у меня появилось, оно помогает мне выявлять элементы, выявлять какие-то линии. И я сразу, когда смотрю на одежду, я для себя вижу определенную конструкцию, когда я смотрю на какие-то детали, и мне легче их стилизовать, потому что я для себя вижу линии и формы. Архитектурное образование, оно помогло мне в более структурированном мышлении, если мне что-то нужно изучить или посмотреть, мне это дается довольно легко, потому что я могу систематизировать информацию. И архитектурное образование, и художественное образование, они, конечно, дали мне хорошие академические навыки рисунка. Если говорить о каких-то тяжелых моментах, то, наверное, я не могу сказать, что в моей карьере иллюстратора есть какие-то особо тяжелые моменты. Конечно, они бывают у всех, и без этого никуда не деться, и вот мы поражены теми событиями, которые происходят, но именно в какой-то первой фазе мне было очень тяжело это принять. И у меня было такое ощущение, что я не смогу больше продолжать работать именно в этой области, потому что для меня самой изменились какие-то ценности. Я очень сильно была подавлена той ситуацией, которая происходит, но затем меня спасло то, что я просто перестала смотреть новости. Я вообще не смотрю новости, я отстранилась от этого, потому что для меня это очень больно, мне это тяжело переживать. Я просто продолжаю делать то, что я люблю. Но если говорить о самом тяжелом моменте, который был, это, наверное, момент, когда я приняла решение все-таки оставить свою архитектурную карьеру и продолжить заниматься творчеством. И в тот момент у меня было такое состояние, когда мне казалось, что нет ничего важнее здоровья. Но сейчас у меня совершенно другой настрой, потому что я все-таки, наверное, карьеристка, и мне хочется достичь больших высот, и я буду к этому стремиться. Когда ты выполняешь огромный градостроительный проект, допустим, ты выполняешь схему территориального планирования какой-то области, или ты выполняешь генеральный план города, то ты невольно начинаешь мыслить более масштабно. И когда ты рисуешь иллюстрацию, ты понимаешь прекрасно масштабы работы, и тебе не так страшно даже выполнять какой-то зарубежный заказ, даже если он крупный и большой, потому что у тебя уже есть опыт такого крупного масштабного системного мышления, системного подхода к выполнению проекта, поэтому здесь, конечно, в иллюстрации ты чувствуешь себя более свободно и более раскованно. Сотрудничество, которое у меня было с компанией Reflon, конечно, стало поворотным для моей карьеры. Reflon тогда нашли меня через Blogspot, и они заказали сначала одну работу в FaceChat. До этого у меня не было опыта создания FaceChat, но работа им понравилась, и я с ними сотрудничала еще, делала для них одну работу. И вот после коллаборации с Reflon я создала свой профиль в Instagram, и сначала я вела его не очень активно, но затем, когда я его стала вести активно, у меня появились новые заказы, новые возможности для развития моего творчества. Сотрудничество с Reflon помогло мне увидеть алгоритм работы именно с крупной компанией, и я поняла, что это очень хорошо оплачивается. Этот опыт стал для меня решающим, и я стала все больше задумываться именно о смене профессии. Чаще всего вызывает дискуссия, какая работа ценится больше традиционными материалами или цифровая графика. Здесь, я думаю, что самое главное, чтобы работа была выполнена хорошо, чтобы у нее была хорошая композиция, чтобы у нее было гармоничное цветовое решение, и чтобы она имела хороший сюжет. И здесь, я думаю, материал не сильно важен, потому что есть разные клиенты, которым нужны работы либо традиционными материалами, либо работы нужны в цифровой графике. Поэтому здесь, я думаю, что просто нужно выбирать ту область, на которую человек ориентируется. Если говорить, почему я выбрала материал о пастели, ну, наверное, это произошло случайно, но я знаю, что я очень много экспериментировала, я искала материал. Я также сделала очень много работ акварелью, которой я удалилась с своего инстаграма. Я не знаю, зачем я это сделала. Я акварель люблю, но я ее использую все-таки редко, потому что, наверное, приходится всегда ждать, когда высохнут те или иные слои. Для людей, которые меня вдохновляют, то это, конечно, разные люди. Я очень люблю читать истории успешных людей, людей, которые добились своей жизни и своих поставленных собой целей. И, конечно, меня вдохновляют такие люди, как Джим Рон, как Дэвид Гоггинс, которые делают огромный акцент на дисциплину, на то, что нужно развивать в себе дисциплину. Мне также очень близка философия Оскара Хартмана, который постоянно мотивирует людей, чтобы люди не просто набирали в себя копилку знаний, а чтобы ты постоянно действовал, принимал какие-то решения и не просто занимался сбором какой-то информации. Также меня вдохновляют спортсмены, потому что это люди, которые обладают настойчивостью и упорством. И когда я их вижу, вижу, как они поступают, они решения принимают быстро и они действуют быстро. И, конечно, это вызывает огромное уважение и вызывает такое чувство, когда ты хочешь быть похожим на таких людей. Если говорить о модной иллюстрации, то здесь я повторюсь, и я уже очень часто говорю, что здесь мне нравятся такие иллюстраторы, как Дэвид Даутон, как Нума де Кост, как Блэр Бленштейн. Это люди, которые создали свой бренд, которые создали свое имя. И все они имеют интересные и крупные сотрудничества в своем портфолио, поэтому это люди, которых изучать нужно, даже если их стиль сейчас не кажется таким современным, как несколько лет назад. Наверное, на этот вопрос может ответить только зрители, которые смотрят мои работы, потому что каждый имеет свое видение, каждый имеет свой вкус, и, наверное, для каждого зрителя какая-то модель будет более красивая, для кого-то будет она менее красивая. Я не люблю говорить о своих планах, потому что, мне кажется, лучше показать, чем говорить, но мне хотелось бы сделать, наверное, несколько международных выставок, может быть, в этом или в следующем году, и я буду фокусироваться именно на этой задаче, потому что это требует времени, это требует создания концепции, создания работ. Это одна из вещей, которые мне хотелось бы сделать в этом или в следующем году. Я бы хотела сказать несколько слов для иллюстраторов, для художников, которые постоянно сомневаются в себе. Мне кажется, одно из основных качеств — это нужно верить в себя, нужно верить в свое творчество, и, конечно, нужно вести с собой конструктивный диалог. Нужно быть себе самым лучшим другом, наставником для того, чтобы придавать себе силы идти вперед и делать шаг за шагом по направлению к своей цели. Я думаю, что недаром говорят, что дорогу осилит идущий. Спасибо за просмотр, спасибо за то время, которое вы проводите со мной, мне это очень приятно, спасибо за комментарий, и до встречи в следующем видео.